Сати Казанова уже давно не поет привычные песни. А что же она делает? Сидит в позе лотоса, читает мантры и продает свои закрытые клубы. Удивляет такое сегодняшнее поведение некогда популярной певицы? Да уже и не особо. Привет, подруги и друзья, как у вас дела? У меня нормально. Я уже по традиции прошу проявить вас чуть больше активности под этим видео, ведь мы небольшим количеством зрителей как-то расталкиваем ролики, чтобы они попадали в рекомендации к новым людям. И к концу октября на канале было 164 тысячи подписчиков. Поэтому давайте до конца октября их оперативные соберем. И пока им ноните стрессы, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и мы начинаем. Тот самый, тот самый, тот самый телек в телек. Мы уже начинали говорить про новый образ Сати Казановой в этом видео. Тогда оказалось, что в какой-то момент жизни Сати вступила в секту Бхакти Марга, а гуру этой секты Шри, Свами, Парамахамса, Вишвананда живет в Германии. И для русскоязычного пространства своим представителем этот гуру выбрал именно Сати Казанову, как наиболее медийную личность внутри своей организации. И даже интересно, а для других стран также выбираются местные инфлюенсеры, которые продвигают идею гуру или только нам так повезло. И сегодня Сати Казанова поет этнические песни, называя данный проект Сати Этника. И вы не поверите, но если вы слушаете песни Сати Казановой, то вы уже сделали первый шаг в ее воронке на пути к покупке доступа в клуб Сати. Дело в том, что мантры я пою не очень-то стандартно. Это не просто вот это вот хотя мы так начинали, но в итоге в основном трансовая, эпически-мистическая музыка. И люди, которые слушали, неравнодушными не остаются. Кстати говоря, для многих концерты Сати Этника становятся вот точкой входа на духовный путь. Вот так слушаешь песни, а это оказывается начало воронки продаж. Также частью воронки является YouTube-канал Сати Казановой, на котором в последнее время очень активно стали выходить ролики. И я посмотрел почти все эти видео. Так, в ролике про карму я узнал, что карма происходит от слова «действие». «Действие, имеющее свои последствия». Это, по сути, третий закон Ньютона. Сила действия равна силе противодействия. Причем третий закон Ньютона относится к механике, то есть к разделу физики, изучающей движение материальных тел и взаимодействия между ними. Но как только мы идем, например, в сторону взаимодействия двух движущихся зарядов, каждый из которых создает магнитное поле, то закон Ньютона уже не выполняется. То есть третий закон Ньютона связан с движением материальных тел. А как только появляется что-то нематериальное, вида ответственности за содеянное, то сюда, пожалуйста, законы Ньютона уже не приплетайте. Существует три вида кармы. А карма – это значит действие, которое не создает карму или, более того, освобождает от всякой кармы. Хирург, который совершает операцию, если операция прошла успешно, он бьет себя пяткой в грудь, я спас жизнь человеку. Он таким образом совершает карму, потому что он предписал себе. Он не понял, что это через его руки сам Господь Бог спас жизнь этого человека. В общем, как я понял, по Сати Казановой врачом вообще работать нельзя. При этом я помню, как еще Юлия Ивлиева находила много проблем у людей, у которых предки, например, работали акушерками и делали людям аборты. Так ведь получается, что это же не акушеры делали аборты, а их руками высшие силы все это совершали. И если я сейчас критикую Сати Казанову, то это, опять же, делаю не я. Это через меня высшие силы ругают мракобеска. Всем привет, это не Чезабрета, это все еще я, только на фоне плохого хромакея. В общем, как вы помните из прошлого видео, Чезабрета ушла в лес, но в итоге она куда-то пропала. Пока ее не было. В квартире Чезабреты потравили тараканов, инфрацыгане после этого тоже куда-то исчезли. Но осталось понять, где же сейчас Чезабрета. Скачет на коне в платьишке. Ну, в общем, я надеюсь, что она в лесу развлекается. Только когда я начал работать в аптеке, я узнал, какие разнообразные бывают средства для личной гигиены. Как-то во время учебы нам про это не рассказывали. И только на работе у стенда с гигиеническими средствами я вот так вот брал в руки разные упаковки и удивлялся. А это что такое? А это куда нужно наносить? В не такие уж давние времена простой кусок мыла был за счастье. Им и белье стирали, и мылись. А теперь у нас для волос шампуни, для лица пенки, для тела гели разные. Для интимных мест свои особенные средства. Я вот недавно обзавелся гелем для мужской интимной гигиены. Кстати, от нашего российского бренда Гельтек. Думаете, это модное излишество? Типа, ты бы еще отдельное мыло для подмышек купил. Я вот тоже раньше так думал, что можно мыться гелем всем в одном и голову им мыть, и тело, и вообще все. Но изучив вопрос, понял, что это не про понты, а про здоровье. И наше мужское, и наших любимых женщин. Раньше мужчины носили просторное белье из натуральных тканей, много двигались, питались простой пищей. Все это помогало организму поддерживать оптимальный PH и здоровую микрофлору у поверхности кожи и гениталий. Что мы имеем сегодня? Синтетическое тесное белье и сидячий образ жизни вызывают перегрев и повышенное потоотделение, плюс нерациональное питание. Все это приводит к чрезмерному размножению различных не очень хороших микроорганизмов. Именно поэтому необходимо использовать гигиенические средства, специально разработанные для того, чтобы компенсировать влияние упомянутых факторов. А еще важно помнить, что женский PH слабокислый, не более 4,5. А вот мужской натуральный ближе к щелочному, имеет значение PH от 6 до 7. И как следствие, женские средства мужчине ни о чем, а мужские для женщины даже вредны. Вот такая чувствительная и такая разная у нас интимная зона. Я об этом на YouTube канале Гильтека узнал. Оставлю вам в описании ссылку, стоит заглянуть. Там много полезной информации от косметологов и дерматологов. Вообще Гильтек очень серьезная компания. Уже 30 лет выпускают гели для УЗИ, то есть медицинскую продукцию, и уходовую косметику высочайшего качества. Бренд разрабатывает составы своих косметических средств в собственной лаборатории. Не покупает рецепты и не крадет у конкурентов. Образцы новинок тестируют добровольцы, в том числе специалисты и руководство компании. Производит косметику Гильтек на предприятии в России. А не заказывает где-то и просто клеит свои этикетки. Все это обеспечивает соблюдение рецептуры и контроль качества. Гель для интимной гигиены предназначен для ежедневного ухода. Особенно рекомендован после занятий спортом и дой, после интимной близости. Он нормализует микрофлору и кислотность интимной зоны. Гель отлично пенится и хорошо смывается водой. Не сушит кожу, успокаивает и защищает ее. Ощущения после применения самые приятные. В описании видео оставлю ссылку на гель для мужской интимной гигиены от российского бренда с научно доказанной эффективностью Гильтек. Рекомендую. Одна единственная мысль может создать настолько тяжелую карму, что ее человек будет десятки, сотни, а может даже тысячи жизней разгребать. К примеру, когда человек сознательно или бессознательно, ну особенно если сознательно, оскорбляет святую личность. Ага, гуру. Ой, как удобно. И нас даже в бесплатном видео на ютубе сразу предупреждают, что критиковать нельзя. Так это же не я критикую, а через меня высшие силы критикуют. Ну да ладно. Юлия Ивлеева также всегда говорит, что нужно слушать фигуры высшего порядка. Например, начальников, учителей или продавцов курсов. Карма, вот такая тяжелая, может по эволюционной ступени отбросить настолько назад, что душа воплотится уже даже не в человеческом теле, а в каком-нибудь, не знаю, насекомом. Но хоть не в камне, можно воплотиться и на том спасибо. Меня же просмотр этого видео Казановой уже эволюционно отбросил назад. Вся та карма, которую мы нарабатываем на протяжении вообще всех своих воплощений возможных, она собирается как информация в одном архиве. Этот архив, вся эта карма, она называется санчита карма, то есть архив. Я же обычно своему дизайнеру обложек отправляю картинки в архиве. Оказывается, что я ему не архив отправляю, а санчита карму. Когда душа воплощается, ему выделяется определенная порция. Она совсем небольшая и, скажем так, на, может быть, какую-то определенную тему. То есть ему выделяется какая-то порция кармы, которую, по идее, он должен на протяжении данного воплощения успеть или суметь отработать. Тут же я вспомнил, что парадологии мы исключительно грехи наших предков отрабатываем, а тут еще и наши грехи из прошлых жизней подвезли. Сначала даже не понял, кому верить, но дальше мне все объяснили. Как человек рождаюсь, и вместо того, чтобы закрыть, отработать то, с чем я пришла, вот эти долги свои, как бы, хвосты закрыть, я еще, возможно, умудряюсь создавать новую карму. Мы в моменте не видим, почему и за что нам эта боль, страдания, эти события, почему дети рождаются больными. Но у всего есть объяснение. Тут мне вспомнилось, что в 16-м году Сати Казанова высказалась о работе своего благотворительного фонда, заявив, что они поддерживают творческих детей, а не кривых и косых. Этот фонд не занимается больными, косыми, кривыми, красивыми детьми. Я думаю, что тогда Сати не ошиблась, а осознанно не хотела помогать, так как это же их карма. Круче всего работает, когда человек в связке с гуру, в отношениях с гуру, и он полностью отдается его мудрости. У меня есть закрытый телеграм-канал, в котором я делюсь подобными инструментами, знаниями. И Сати в каждом новом видео так активно рекламируют свой закрытый телеграм-канал, что я поспешил в него вступить. Разбор данного канала будет ближе к концу видео. Духовный галстук, духовный офис, духовный бэнкли. Да все сочетается, реально. Я вижу людей, которые очень успешные, но при этом имеют вот эту вот духовную основу. В принципе, даже если мне нужны только шмотки от бога, я там хочу и клянчу у него, он все равно меня любит. А в ролике про связь духовного и материального Сати хорошо подвязывает деньги к духовности, что если будешь учиться у Казановой, то и денежек в кармашке может стать больше. Даже если это алкоголики, наркоманы, родители, их нужно почитать. Это очень тяжело, это очень больно. И для тех, кто столкнулся с таким опытом, особое испытание суметь простить и вот таких родителей еще умудриться почитать. Потому что из системы нельзя никого вычеркнуть. Так не бывает. Каждый имеет место. Еще Сати сказала, что если родители не решили какие-то задачи в жизни, то новому поколению придется это взвалить на свои плечи. То есть мы не только свою карму исправляем, но и все недоделанные дела родителей. В силе рода, духу предков. Мы оттуда, правда, получаем колоссальнейшую силу. Так зачем же мы себя ее лишаем? И потом ходить к психотерапевтам, к каким-то коучам, непонятно какие-то лекции слушать. Тут Казанова уже и психотерапевтов поругала, и про лекции какие-то плохие сказала. Но, видимо, лекции вот самой Сати хорошие. Их можно слушать. Вот дерево, оно само себе так вот спилило корень. Что-то там какой-то источник, какой-то его питает, эфемерный остался. И вот это бедное дерево, из питания, без корней, таких нормальных, настоящих, бегает по каким-то коучам, и спрашивает, как бы мне набраться сил. А они не могут ему дать ни ответа, ни сил, ни вот этого питания. Потому что питание происходит только от корневой системы, что есть род. Хотя бы до третьего, четвертого колена. А может быть, они даже были какими-то, ну, преступниками. Это тоже важно знать. И просто, ну, окей, вот у меня был там прапрапрадед, который был там серийным убийцей. Ну, бывает. Если мы вот такого негодяя, прапрадедушку, исключаем из системы, мы о нем умалчиваем, мы его игнорируем. Вы знаете, как скелет под шкаф. Обязательно система где-то затрещит. А точно есть такая фраза, как скелет под шкаф. Так говорят. Я помню, что Юлия Явлеева всегда говорила про мышь под ковер. А тут уже скелет под шкаф запихивают. Всем привет, меня зовут Чазабретто, и это подкаст о маньяках под названием «Кровищу ищем». Я оказалась в лесу, а хотелось бы, конечно, в Испании. Знаю, что у меня дома потравили тараканов. Надеюсь, что мышь из-под ковра достали. А скелет высунули из-под шкафа и засунули в шкаф. Еще я тут узнала, что маньяков можно искать не просто вот так вокруг себя, но и в своем роду. И, видимо, как у каждого в роду должен быть не только султан Сулейман, но также в каждом роду должно быть раскулачивание и свой маньяк. Звучит как тост, хоть я не пью. Есть такое понятие, как родовая карма. Да сколько же этих карм вообще существует? И здесь может быть и родовое проклятие, и родовые дары. Но видите, наконец нам объяснили, что мы должны искупить не только свои грехи за все прошлые жизни, но и грехи всего рода. И при этом не наделать новых грехов. А бывает ли вообще родовая карма, когда, например, моя прабабка уже все грехи рода искупила? В той иерархической структуре, по тем законам, которые созданы самой Вселенной, мы не имеем права не почитать наших родителей. Хорошие, плохие, добрые, злые, гожи и негожи – это десятый вопрос. И мы можем свое это мнение засунуть куда-то подальше, далеко-далеко. Улить правителей – это все по карме нам дается. Мы не можем и не имеем права, потому что мы получили то, что по карме было заслужено и положено. Затем сатира сказала, как нашла своего гуру. Какой был период затяжной депрессии, плюс-минус полгода она длилась. Огромной благодарностью вспоминаю это время. Оно очень много мне дало. Так я поняла, что мне нужен наставник, мне нужен гуру. Абсолютно ясно поняла, какой традиции, какого направления этот мастер. Что это что-то вот из древнего, вечного, забытого. Что вот оттуда, не какой-то коуч, да, который там бизнес-коуч или лайф-коуч. У меня, кстати, лайф-коуч на тот момент был, но это все не работало. То есть сати не только поняла, что ей нужен гуру, но даже представила, каким он должен быть. В итоге он таким и оказался. И я думаю, что это, в принципе, такой посыл у Казановой, что нам всем нужен мастер или гуру. И что можно его найти, например, при помощи сати. Да, очень много и ложной информации, очень много и лже-наставников. Но и настоящие есть. Есть настоящие наставники. Это какие? Во-первых, их много. В них можно запутаться, потеряться и вовсе вообще разувериться в том, что это вообще нужно делать. Найдите кого-то, кому вы доверяете. И вот что-то оттуда возьмите. Наверняка такие праведники есть, а может вы вам не такового найдете. В итоге же я так прогрелся, слушая музыку сати Казановой и просматривая ее видео на ютубе. Что за полторы тысячи рублей все же купил доступ в ее закрытый платный телеграм-канал Сила Вдохновения. А что у Арсена Маркаряна и Косенко за полторы тысячи каналы купил? У сати Казановой что ли не куплю? Вас же хочу пригласить в свой телеграм-канал. Он открытый и бесплатный. Там я публикую разные эксклюзивы. Например, отчет по встрече с подписчиками. Мы встречались на прошедшей неделе. Ну и новости про блогеров, конечно. Поэтому подписывайтесь на мой телеграм. Ссылка будет в описании. В итоге в этом платном телеграм-канале Сати уже 1100 человек, каждый из которых платит по полторы тысячи рублей в месяц. Канал ведется с конца июля, то есть буквально три месяца. В первом же видео нас встречает Сати Казанова на фоне своего гуру. В следующем посте нам дают навигацию по каналу и ссылки на другие платные продукты Казановой. В следующем видео про внутренние опоры я понял, что фото гуру в принципе приложено к зеркалу. То есть кажется, что когда Сати смотрит в зеркало, она каждый раз видит своего гуру. Я смотрю у вас уже несколько сотен, но вы почему-то сидите и отмалчиваетесь как партизаны. Затем нам предложили взять аскезу на 7 дней и отказаться от чего-нибудь. Ведь мы должны контролировать свои желания, иначе природе, жизни или богу придется принудить нас к аскезе. Как вы? Как ваша аскеза? Я почитала, очень интересно, кто на что берет. Помню, что я тоже взяла, и солидарно с вами взяла аскезу на пунктуальность. И примерно через 7 дней Сати спросила, как люди держатся на аскезе. Кто-то ответил, что аскезу не брал, и у него аскеза на аскезу. Кто-то брал аскезу на мат, но срывался. А кто-то спросил еще в августе, может ли он поменять аскезу. Но даже на сегодняшний день этому человеку не ответили. Видимо, поддержка тоже взяла аскезу на ответы в чате. Еще с нами зачем-то поделились чувствами и переживаниями, связанными с годовщиной другого инфопродукта Казановой Сати-клуба. Дорогие, завтра очень особенный день. День, когда ровно год назад на свет появился один проект. Для меня очень важный проект. Он дался непросто. Дни без родовых схваток, потух. И в комментариях после этого люди очень захотели присоединиться к клубу. Еще Сати записала в голосовушку о том, как важно выбирать свое окружение. В комментариях же спросили, а как со сферой общения у гуру Сати-казановой. Но на этот вопрос также не ответили. В итоге день рождения Сати-клуба отметили странно. Какие-то люди в комнате пели, а Сати смотрела на них по зуму из машины. А когда Казанова анонсировала эфир на тему древних писаний, то на фоне я заметил еще одну картину с гуру. Затем Казанова провела джапу, то есть практику медитативного повторения мантр. И сказала, что в ее Сати-клубе джапа, медитацию они практикуют регулярно. Да и вообще в Сати-клубе более 600 участниц продолжают усиливать тему отношений. Причем нам анонсировали эфир, который будет доступен только участникам Сати-клуба. В общем, думаю, вы уже поняли, что этот платный телеграм-канал создан для рекламы дорогого Сати-клуба. Еще нам показали спикера Сати-клуба, которого все обожают. Также показали двух дополнительных сотрудников Сати, которые будут вести в этом канале эфиры и давать практики. То есть дальше этот канал будет вести не совсем Сати-казанова. Еще нам показали монаха из Сати-клуба, который рассказал про интимные отношения. А Дмитрий Троцкий из Сати-клуба рассказал, какой должна быть женщина. После этого некая Женя в чате написала, что с ней произошло невозможное. И она взяла рассрочку на VIP-тариф Сати-клуба. И как я понял, дальше Сати ушла рожать, а канал окончательно захватили какие-то другие люди. В общем, интересно получается, что новые песни Сати-казановой направляют людей на духовный путь, который они могут начать постигать либо в ее бесплатном ютубе, либо в платном недорогом телеграм-канале. А там уже людей начинают знакомить с преподавателями Сати-клуба. И все эти преподаватели – это последователи, все того же гуру. Могу ли я, в принципе, предположить, что Сати-клуб – это новый бренд секты Бхактимарга для русскоязычных стран? В общем, пишите в комментариях все, что вы об этом думаете. Посмотрите также вот эти видео, подписывайтесь на канал. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok